Здрасте, здрасте! Всем нам известно, что звуковое и музыкальное сопровождение является основным катализатором различных эмоций у зрителя. Любая, даже самая страшная сцена не способна напугать нас, если она будет полностью немой. Хорошая и слаженная работа композитора, режиссера, оператора и монтажера способна передать пугающую сцену так, что мы забудем о том, что сидим перед телевизором или в кино и полностью переживем все эмоциональное напряжение вместе с героями фильма. Хороший саундтрек в мистике или ужасах не должен обратить на себя внимание. Он является неотъемлемой частью сцены и как бы вплетается в нее, закрепляя образы. И, конечно же, как я и сказал ранее, хороший саундтрек важно правильно использовать, так что здесь все зависит не только от композитора. И кто-то из вас мог заметить, что в большинстве кино саундтреки, сколько бы их не было, в основной массе являются обыгрыванием одной и той же мелодии. То есть, я хочу сказать, что мы берем за основу определенную мелодию и далее в зависимости от эпичности сцен обыгрываем ее, делая скромной и незаметной в моментах, где нужно передать личные чувства герою или же разгоняя ее оркестровыми инструментами в момент эпичных баталий. Пересмотрите какое-нибудь супергеройское кино и обратите внимание на сцены, где появляется главный антагонист фильма. Всегда при появлении главгада будет сделан музыкальный акцент, где оркестровые инструменты дадут нам ясно понять, что с этим парнем шутки плохи. А протагонист в фильме появляется обычно либо без музыкального сопровождения, либо он менее эмоционально заряженно. Это дает определенные сигналы нашему мозгу для восприятия этих персонажей. Мы спокойно можем представить появление Питера Паркера, например, под такую музыку. Но если мы также представим зрителю антагониста, получится обыкновенная ирония. Теперь очень важно, это видео выходит не просто так, а является как бы пилотным в рубрике, которую я посвящу заработку музыкой и звуком. Не этими вот продажами битов, непонятно кому, а постараюсь разобрать для вас одну из самых востребованных сегодня профессий – саунд-дизайнера. Естественно, в головах у вас созрел вопрос – зачем ты рассказываешь нам про кино? Ведь мы тут сидим, ноунеймы, кто наши работы возьмет в кино, да и кто нас вообще узнает? Ну, понятное дело, что никто. Надеяться на это смысла нет. Но сегодня медиапространство – это не только реклама и кино. Уже более пяти лет YouTube, а также мобильные приложения являются основными рекламными площадками, куда приходится чуть ли не 50% всего рекламного бюджета мира. Естественно, что новые продукты выходят постоянно. Это видео от блогеров, мобильные приложения, мобильные игры и игры для компьютера, различные обучающие школы и еще очень много всего. И все эти продукты нуждаются в музыкальном и звуковом сопровождении. И с уверенностью могу вам сказать, что у большинства блогеров, медиастудий, разработчиков приложений нет штатных композиторов или саунд-дизайнеров. И подобные услуги заказываются на аутсерсинге и стоят очень хороших денег. А самое главное здесь – это очень низкая конкуренция. Но обо всем я расскажу в следующих видеоподкастах более подробно. Так что подпишитесь на мой канал, будет интересно. Вернемся же к страшной музыке. В мистическом кино, в отличие от других жанров, редко используются известные песни. Да и вообще музыка со словами, если это, конечно, не слэшер. Так что чаще всего все музыкальное сопровождение ложится полностью на плечи композитора. В этом видео я напишу простую мелодию, которую легко можно будет использовать в фильме ужасов или любом другом видео, где нужно предать толику мистики и вызвать чувство тревоги у человека. Так что приступим. Итак, писать мы будем музыку такую для хоррора конца 80-х, начала 90-х. Конечно, сейчас это уже звучит не совсем не страшно, но мистики там будет достаточно. И я думаю, что это вам даст немного понимания того, как приблизительно сам этот процесс строится. Давайте посмотрим, что за мелодия здесь игралась и послушаем ее. Как видите, здесь были использованы триоли или трели, как они называются. То есть для того, чтобы нам не писать в размере три четвертых, мы пишем, здесь вот выбираем одну третью шага. И можем видеть, что сюда теперь у нас вмещается три таких вот четвертых нотки. Точнее, это не четвертые. Соответственно, вот такая простая мелодия. Пока она не вызывает никаких эмоций, кроме как, что за хуйня. Но нам нужно ее немного сделать поживее и поинтереснее. Для этого переходим мы сюда. Бросе параметры выбираем. Выбираем здесь дампер, педаль, sustain, create, automation, clip. И для вот этого 64-го миди мы рисуем как бы нажатие педали. Но я уже в некоторых видео показывал, как это делать. Так что я думаю, если вы смотрите мой канал, то в курсе. Если нет, то вы сейчас всему научились. Получается, что у нас каждый такт, педаль опускается и опять начинает играть. Слушаем. Делаем расстояние поменьше, чтобы не так сильно было слышно, что мы педали отжимаем. И звук у нас продолжал играться. Какие аккорды были использованы и как вообще писать? Смотрите, есть такая байка, скорее всего, это байка, что за интервалы в секунду могли сжечь на костре в средние века. Не знаю, возможно, это так. Но суть в том, что для того, чтобы писать страшную музыку, вам достаточно просто использовать расстояние в секунду. Расстояние в секунду – это расстояние между черной и белой клавишей. Нам достаточно просто, например, играть в такую херню. Вы можете экспериментировать и, думаю, будет получаться интересно. Какие же аккорды были использованы? Первый аккорд – это С-минор, то бишь до минор. Дальше у него тоника понижена на один полутон. То есть, опять же, про что я говорю – да, расстояние в секунду. Далее я использовал аккорд Ля-минор-диез. Я Ля-диез-минор. И дальше я его опустил на полутон и получился у нас просто Ля-минор. По сути, вы можете сделать так с любым аккордом. И еще есть такой прием – использование уменьшенной квинты или тритон, по-моему, еще это называется. Делается это так. Вот у нас есть основной аккорд – до. Квинта у него играется вот так. То есть, без средней клавиши. И уменьшенная квинта будет на полутона. Если вы слушаете всякий там металл, то наверняка слышали подобный риф. Это тоже звучит довольно-таки нагнетающе, если это играет на верхних октавах. В общем, также, в принципе, довольно-таки узнаваемая мелодия для всяких мистических фильмов. Ну и, конечно же, сегодня одним пианином у нас хор не обходится. И используются всякие различные эмбиент-звуки. И давайте теперь еще одно небольшое отступление. Теперь о психологии звука. Человеческий мозг очень сильно реагирует на звуки и вызывает у нас определенные чувства и эмоции. Известно, что чем ниже частота звука, тем сложнее нам определить источник этого самого звука. Мозгу нужно понимать, что и где сейчас создает сигналы, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому, как только он слышит очень низкий звук, то сразу повышается общая тревожность. Естественно, возникает вопрос – от чего? Ведь мы понимаем, что все происходящее на телекране и выходящий из него звук – это всего лишь авторская выдумка, ничего не имеющая с реальным миром. Но так думаете вы. В нашем мозге есть часть лимбической системы, которая называется миндалевидное тело. И она напрямую отвечает за чувства страха и тревоги. Самое интересное, что этому телу совершенно все равно, реальна ли угроза или же нет. Реакция ее будет одинаковой, независимо от того, видеть ли вы привидение на телекране или воочию. И как только поступает определенный зрительный или слуховой сигнал, который нужно бояться, миндалина дает пинка гипоталамусу, и тот сразу же начинает вырабатывать гормон страха – кортиколиберин. Этот гормон моментально включает реакцию страха и тревоги, заставляя нас от всего отвлечься и сосредоточиться на предмете опасности. Это и нужно создателям фильмов. Происходит примерно следующее – мы видим темный коридор и девушку, идущую по нему. Играет низкий звук, который мы фактически перестаем замечать. Мозг начинает бояться и концентрируется. Мы с интересом наблюдаем сцену. Но на самом деле это не совсем интерес, а фактически мы затаились и ждем удобного случая, чтобы либо дать пиздюлей опасности, либо вовремя съебнуть, если опасность слишком опасна. Так что низкие и широкие звуки очень важны в звуковом сопровождении. Они заставляют мозг зрителя сильнее концентрироваться на тех моментах, которые должны напугать. Ну, я думаю, все понятно, так что возвращаемся к нашей музыке. Давайте теперь создадим для нашего пианино подкладку такую низкочастотную. Для этого выберем Silence One. И накрутим очень простой звук для первого осциллятора A1. Здесь выберем 4 голоса. Здесь выберем 1 для синусоидов. Выберем Low Pass Filter. Далее возьмем теперь для наших вот этих голосов и ручечку Detune выкрутим сюда. В музыкальной индустрии делать звуки низкие и широкими не очень хорошо, но в кинематографии этот прием очень часто используется. Теперь атаку сделаем менее такой явной. Явный. Также подключим Phaser. Получился у нас такой низкий звук. Давайте напишем для него какие-то нотки. И пока что будем использовать просто ноту Do. Нашу основную ноту, с которой все начинается. Можно опустить ее еще на октаву. Ну и страшная музыка не была бы страшной без оркестровых. Пресет Soft Archester. И также сделаем для него низкую нотку. Сделаем его потише. Ну и для всех звуков теперь создадим такой же нисходящую мелодию, как у нас и звучит на аккордах. Такие резкие переходы не очень хорошо звучат, поэтому откроем наш Silence и сделаем здесь плавный переход Legato. Что теперь касаемо пианино. Нам нужно ввести его постепенно. Поэтому сделаем вот так. Скопируем нашу часть этого пианино. И тут вот так вот. Оставим сначала просто здесь мелодию. Музыка. 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 основную атмосферу здесь создает именно вот этот звук то есть по сути мы можем даже убрать наши аккорды и все равно мелодия будет звучать довольно-таки грозно ну и нужно еще помнить что в кинематографе да в принципе вообще везде если нам нужно привлечь зрителя какой-то сцене нельзя делать так чтобы инструменты прям напирали и были где-то рядом и играли прям в голову потому что это будет довольно таки сильно отвлекать нам это совсем не надо инструменты нужно делать широко и где-то поодаль то есть музыка должна быть фоновой и не должна вот прям бить в уши зрителю поэтому наше пианино нам нужно отодвинуть для этого мы его закинем на канал и уберем у него немного низких частот а также добавим ему довольно таки большое количество например церкви вот такая вот небольшая подводочка в следующем видео я разберу более уже серьезный пример того как писать саундтреки наподобие того что было в синестере сейчас конечно же музыка в хоррорах сильно отличается от того что сейчас вот здесь я вам покажу показывал но это очень утрированный пример просто для того чтобы показать вам как приблизительно строится подобная мелодия и указать вам на те моменты которые нам в будущем понадобятся надеюсь вам было интересно это вводное видео если да ставьте лайки задавайте свои вопросы всем пока